В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Заветом Ленина остались верны кандалакшские коммунисты, провели митинг. Коммунальная авария без холодной воды остались жители целого микрорайона. Футбол в школу. Сборная какого образовательного учреждения отправится в Мурманск на региональный этап состязаний. Серьезная коммунальная авария произошла в Кандалакшу, в результате чего жители более 20 домов, расположенных в центральной части города, остались без холодной воды. Восстановительные работы на водоводе проводятся уже второй день подряд, но пока безрезультатно. Об утечке на водоводе стало известно еще в первых числах ноября. На проезжую часть в районе расселенного дома на Комсомольской 25 стала подниматься вода. К ликвидации порывов коммунальщики приступили накануне. Ситуация оказалась серьезнее, чем предполагалось сначала. Место достаточно, будем говорить, сложное. Во-первых, необходимо было порушить асфальт, и глубина залегания достаточно большая. В связи с тем, что там грунты болотисты, яма наполнилась полностью водой, начала обрушиваться стенки самого котлована. Обнаружить порыв удалось только сегодня, во второй половине дня. Ликвидировать аварию коммунальщики намерены завтра, поскольку прежде необходимо откачать из котлована воду. Для этого потребуется специальная техника. Пока же предприняты все меры для того, чтобы возобновить подачу холодной воды в дома Кандалакшан. Пока до утра завтрашнего дня. На 8 ноября запланированы новые отключения. Все это в воде и заплывше необходимо копать глубже намного, поэтому сегодня они ничего не успеют. Они, будем говорить, чопиками забили эти отверстия, достаточно большие отверстия по воде. И они запустят воду, сейчас запустят, и завтра будут продолжать эту работу, подгонят более мощную технику для того, чтобы углубить котлован и провести сварочные работы. На время проведения аварийно-восстановительных работ участок дороги в районе дома 25 на Комсомольской закрыт для проезда автотранспорта. Ограничение, скорее всего, будет действовать и после завершения ремонта водовода. Грунт здесь значительно просел. Сегодня в России отмечается памятная дата День Октябрьской революции 1917 года. До распада Советского Союза 7 ноября был главным праздником страны и носил название День Великой Октябрьской социалистической революции. Во всех городах и селах наши необъятные проходили демонстрации и шествия. Традицию эту удавалось сохранять и в Кандалакше на протяжении долгих лет. Еще в прошлом году в Кандалакше по случаю годовщины Великого Октября прошла хоть и немногочисленная, но все же демонстрация. Впрочем, и сегодня верные заветам Ильича были не прочь прошествовать по главной улице до центра города. Но никак. Постановлением регионального правительства весной текущего года были определены места для проведения митингов и различных общественно значимых суждений. Центральная площадь Кандалакши в этот список не попала. Собираться на митинги теперь можно только на набережной возле гостиницы Сполохи. Там и организовали сегодня местные коммунисты свое ноябрьское мероприятие. На небольшом пятачке собралось порядка 30 человек. Далее коротко расскажем о других заметных событиях. Кандалакшане поборется за победу в конкурсе «Доброволец России. Наш город» представляет комплексный центр социального обслуживания населения с проектом «Серебряные волонтеры детям». Он направлен на самореализацию граждан пожилого возраста и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас на сайте «Доброволец России» уже проводится народное голосование. Кандалакшане могут поддержать своих земляков всего лишь одним кликом мышки. Офис компании «Кулатом Энергосбыт» сменил адрес. Теперь специалисты центра обслуживания ведут прием граждан на Первомайской 29. Это здание Центральной почты. График работы офиса при этом не изменился. Сотрудники филиала «Кулатом Энергосбыт» готовы ответить на вопросы потребителей в понедельник с 9 утра до 6 часов вечера, со вторника по пятницу с 9 утра до 5 часов дня. В Кандалакше соберут детскую сборную по хоккею. Развивать этот вид спорта среди подрастающего поколения решили в Центре Гармония. На базе учреждения открылась секция, посещать которую дети смогут совершенно бесплатно. Занятия будут организованы в двух подгруппах – младший для ребят возрасте от 7 до 11 лет и взрослый для подростков от 11 до 16 лет. Первый сбор хоккеистов намечен на 9 ноября. Любителей хоккея будут ждать на Данилова, 25. Два памятника культурного наследия регионального значения, расположенные на территории Кандалакше, получили своего рода охранные грамоты. Накануне областной комитет по культуре утвердил границы и режим использования территорий, расположенных в непосредственной близости от памятника Александру Спекову и жертвам интервенции, что на Монастырском наволоке. Подведены итоги муниципального этапа всероссийских соревнований «Минифутбол в школу». На протяжении двух дней он проходил на базе Дворца спорта. В борьбу включились пять сборных. Проект «Минифутбол в школу», учрежденный Ассоциацией «Минифутбола России», является на сегодняшний день одним из наиболее массовых спортивных направлений в нашей стране. Состязание превратилось уже в своего рода социальную программу по привлечению подрастающего поколения к здоровому образу жизни и повышению квалификации наставников, учителей физической культуры. Состязания учреждены 14 лет назад. Кандалакша примкнула к движению в 2013-м. Вообще цель этих соревнований, чтобы привлечь как можно больше детей к занятиям «Минифутболом» или «Футболом», но в основном здесь должны участвовать дети, которые учатся в одной общеобразовательной школе. В этом году у нас участвуют пять команд. Это команды школы номер 10. Они выставили две команды. Команда школы номер 19 и команда школы номер 2. Также мы выставили команду детской юношки спортивной школы 2007 года рождения. Это дети на два года младше всех остальных мальчиков. Два непростых соревновательных дня, но результат того стоит. Победитель получает право представлять Кандалакшу на региональном этапе турнира. Он состоится уже в декабре текущего года в столице Заполярья. По итогам проведенных матчей победителем и, соответственно, обладателем путевки в Мурманск стала сборная школы номер 10. Она заняла первое место на городских соревнованиях. Серебро взяли футболисты из 19-й школы, бронзу – учащиеся школы номер 2. Особо по итогам состязания были отмечены лучшие игроки турнира. Так, лучшим защитником судейская коллегия признала Евгения Голензу, лучшим нападающим – Николая Калинина. В качестве вратаря не было равных – Андрею Чигонову. Лучшим игроком турнира признан Иван Олейнов. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в 18 часов 30 минут на канале ТНТ-4. Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok